Итак, приветствую вас на нашем первом занятии курса «Эффективный менеджер ресторана». И сегодня мы с вами поговорим про эффективную мотивацию персонала. Пару слов о нас. Нас зовут Андрей и Наташа, кто с нами еще не знаком, нам по 35 лет. Я училась на MBA от Gleon Institute в Швейцарии. У меня MBA в сфере управления гостеприимствием. Также работала корпоративным тренинг-менеджером по ресторанному направлению. Работала в Hyatt Regency, в Red Scalton, в группе компании «Юста» у нас в Екатеринбурге. Им принадлежит очень много отелей и ресторанов. И работала в Атриум-Палас отеле. Про себя расскажешь сам? У тебя хорошо получается. Андрей однолю. И поэтому он работал 10 лет или 12. 10. 10 лет в Атриум-Палас отеле. Начинал там с официантом макетной службы, а закончил директором F&B. И даже уже не только отели, а вы там еще построили отель «Панораму» и конгресс-центр. И выставочный центр. Андрей руководил всей этой службой питания. Ну и затем он ушел вместе со мной работать в бар «Мята». И дальнейшие 8 лет мы управляли собственным кафе «Бар Мятом» в Екатеринбурге. Сейчас мы не занимаемся мятой. Мы передали долю и больше не имеем к ней, по сути, никакого отношения. Но вы можете посмотреть, что мы там успели наделать до того, как передали другим ребятам. Сейчас мы открыли тренинг-центр «Гастро Брикс» в Праге. У нас уже здесь начали проходить встречи рестораторов. Одна была. Ближайшая будет 19 февраля. Если вдруг вы не из Инстаграма, то наш Инстаграм Ната Шуманская. И там мы публикуем очень-очень много полезных статей. И у нас есть сайт с готовыми уроками «Гастро Брикс» и «Скринио». Это вы видите на слайде. Наверняка у многих из вас возник вопрос, почему мы вдруг решили рассказать вам про мотивацию. И вчера Андрей, когда мы играли в возражения, он мне задал этот же вопрос. Почему мы? Почему ты? Ну, во-первых, мы вывели ужасный бар в ужасной локации из убытков без вложений. И это сделали не я и Андрей, а я, Андрей и те ребята, которые эти годы, первые 2-3 года, когда мы уходили из плохой репутации и из убытков, эти ребята были с нами. А затем, сколько лет назад, 2 или 3, 3 года назад мы попробовали, к нам обратились, и мы вывели красивый, дорогой ресторан из плохой локации из убытков. Там была совершенно другая концепция, другие гости, другой продукт. Но, сделав этот проект, мы поняли, что наши принципы работают одинаково везде. Другая команда была там. Там была другая команда, другие люди там работали. Ну, и последний аргумент. Мы поняли, что шуточки у нас уже пошли в WhatsApp, там, где мы переписываемся с нашими поварами-официантами. Кто-то говорит, Андрей, повара зовут Андрей, а ты не возникай, ты новенький, ты работаешь всего лишь год и два месяца. Это было летом. Действительно, наши повара, официанты, бармены работают в мяте по 8, 6, по 5 лет, а те, которые новенькие, они по 2 года. И многие, когда слышат эти цифры, говорят, ну, это что-то нереальное, вы, наверное, платите много, у нас очень маленькие зарплаты, да? Ну, не сказать, что они даже средние, ну, в районе средних по городу. То есть ничего сверхъестественного у нас нет. Остались ли у вас еще какие-нибудь вопросы? Почему именно мы сегодня будем рассказывать вам про мотивацию? Это не только на поварах, это вообще, в принципе, о всей команде. А я и говорю. Да, официанты у нас уже вот по 6, по 5 лет работают. Еще одна цифра. За последний год, за последние полтора года у нас уволился один сотрудник. Измят. Да. Андрей. Самый новенький пол. И то. И то. Если вопросов нет, мы продолжаем. Наверняка вы много раз видели эту картинку, когда один человек копает яму, кто-то смотрит. А вот, например, прикольную картинку нашла, мне нравится. Как команда собирает быстренько спорткар во время гонок. Продолживает. Да. На самом деле, я недавно прочитала эту историю, она была очень смешная. Про то, как две команды двух университетов, Оксфорд и Гарвард, соревнуются. У них же популярен этот вид спорта на лодках, да? И вот в одной лодке восемь грибцов, один рулевой, а в другой лодке восемь рулевых один грибец. И они потом собрались после того, как проиграли, и говорят, ну, надо что-то решать. Говорят, что тут решать? Мотивировать надо, парни. Но мы сегодня будем не про это, не волнуйтесь, не про эти ситуации, потому что я понимаю ваш уровень профессиональный, и вы пришли сюда не услышать какие-то банальности. Нам Елена задает хороший вопрос. Официантам хочется развиваться. Как они по восемь лет работают? Они развиваются у нас? Они развиваются? У них в трудовой книжке у многих написано неофициант. Но по факту, ну, мы в трудовой книжке пишем то, что они хотят, и меняем под это штатное расписание, это не запрещено законом. А по факту они и не выполняют работу официанта. По факту они выполняют работу и менеджера где-то, и директора, и менеджера по рекламе, только если они этого хотят. У нас тоже, конечно, есть педиатр, архитектор. Не переживайте, у вас вот сразу я вижу, что и врач, и флорист может найти применение в вашем предприятии. А он может там и зарабатывать деньги, и заодно заниматься любимым делом. Ну что, пошутили? А теперь серьезно. Я специально показываю вам, друзья, этот слайд. Я не раз в публикациях, когда вы записывались на этот курс, предупреждала. Этой информации вы не слышали. Я повторюсь, она не экспериментальная. Это доказано современными учеными. Эти работы вы можете легко найти и в интернете, и в журналах, и в книгах. На эти темы уже несколько лет, как написаны серьезные труды серьезных исследователей. Но запомните этот момент. Есть вероятность, что половине из вас не понравится то, что вы сегодня услышите. Не потому, что это сложно, это достаточно несложно сделать. Хорошая новость, у вас все равно нет другого выхода. Вам придется сделать именно так, именно это. Но есть вероятность, что это не то, что вы ожидаете услышать. Вы точно готовы? Ремни пристегнули? Не боитесь? После этого слайда пути обратно не будет. Молодцы. Елена написала, да? Ну, кто еще готов? Не томите. Поехали. Итак, у вас было такое домашнее задание. Перечислить ваши рабочие методы мотивации. Что было во многих работах? Устная похвала, порицание. Кто-то это делает лично, кто-то при всех. Многие писали, что они делают это обязательно только в позитивном тоне. Кто-то дает своим сотрудникам секретные задания и добавляет это словами. От этого зависит прибыль предприятия. Аня, ты здесь? Аня? Аня. Конечно, многие писали про KPI. Говорили, что ДМС и белая заработная плата являются нереально крутым мотивационным методом. Бонусы, различные конкурсы, соревнования. Сейчас очень модная тема. Индивидуальные беседы и карьерный рост. Я про индивидуальные беседы пару слов скажу. Вы, наверное, если пробовали и ходили на эти тренинги, как проводить эти мотивационные индивидуальные беседы, вы, наверное, уже поняли, что если вы начнете этим заниматься, то у вас больше ни на что времени не останется. Так ведь? То есть, с каждым поговори. Очень много. С каждым поговори. Потом что-то предприми по поводу того, что он сказал. Вернись к нему обратной связью. А через месяц у него уже новые нужды и потребности. Поставьте плюсики. Кто пробовал мотивационные беседы? Быстро сдались. Многие пробовали. Многие пробовали. Я тоже пробовал. Андрей тоже пробовал. Я тоже пробовала. Более того, я даже просила Андрея их делать регулярно. Мы велика лендарь. Нет, они хорошо заходят, но долго. Но это время затраты. И самое главное, что у человека через месяц меняются его потребности. Смотри, у нас опытные ребята. Очень многие пробовали. Итак, я перечислила совсем немножечко рабочих методов мотивации из ваших домашних заданий. И дальше перечислять не буду. Кошка спрашивает. Наташ, как не будешь? Зачем мы тогда эту домашку делали? Давайте посмотрим, зачем вы делали эту домашку. Второе задание было. Нет, не в топку, не в топку, Анна. Я никогда не даю бесполезных заданий. Никогда. Второе задание у вас было. А теперь опросите ваших сотрудников. И там был вопрос. Пусть они вам скажут, что их заставляет думать. Обожаю свою работу. Лечу на работу, как на крыльях. Ну вот первый пункт я поставила, чтобы не забыть про это и сказал. Я прям увидела в некоторых работах, кто-то ухитрился подсунуть официантам. То, что он написал в первой части задания. Свои методы работы. И попросил их проголосовать. Ну как бы, какие из этих методов на вас влияют? Ну вы сразу понимаете, да, что так делать нельзя? Почему так нельзя делать? Ограничивается выбор. Они даже могут не подумать, что им позволено написать что-то другое. А самое главное, что они концентрируются на этих вариантах и начинают выбирать из них. Те люди, которые, видно было по ответам, не давали своим сотрудникам эти варианты. У них получились практически одинаковые ответы. Что сказали их сотрудники на вопрос, почему, что происходит на работе, что ты начинаешь ее любить, работать с энтузиазмом и бежишь на нее как на праздник. И вот я сгруппировала практически одинаковые ответы. Ребята говорили, интересный завал. Я даже не стала менять формулировки. Мои действия нужны. Нестандартная задача. Чистый результат. Полезный результат моих действий. Это то, что говорили сотрудники. А теперь вспомните то, что вы написали в рабочих методах мотивации. И то, что сотрудники сказали на этот же самый вопрос. Так зачем вам было дано это задание? И первое, и второе. А ты знаешь? Ну, пишут. Я так гадаю. А, не пишут. Пишут, пишут. У нас просто же задержка наверняка есть небольшая в 3 секунды от того, что мы говорим и то, что ребята видят. Да. Елена сразу в яблочко ответила. Чтобы почувствовать разницу. Одно дело, я бы вам про эту разницу сказала. И совсем другое, что вы увидели своими глазами. Ну, посмотри, какие молодцы. Все правильно пишут. Понять, какая пропись между тем, что думаем мы, и между тем, что думают они. Это главная вещь, которая даст вам понять, что что-то происходит не то. Мы это выяснили. Супер. И двигаемся дальше. Что ученые говорят о мотивации? Вы видите на картинку известную вам всем задачу. Эта задача относится вообще не к мотивации, она относится к фиксированности, к развитию креативности. Там воск не должен капать на пол, но никому не приходит в голову из коробки вытряхнуть скрепку и скрепками прикрепить коробку к стене. И тогда воск не будет капать на пол. Почему я привела эту картинку, хотя она относится к абсолютно другой сфере. И вот следующие примеры вы можете массу найти в интернете, в видеороликах, исследований, ученых и различных менеджеров. Собрали две группы студентов, которые не знали, как выполняется эта задача на фиксированность свойств какого-то объекта. И одной группе просто предложили сделать это задание, а второй группе сказали, что если они сделают это быстро, быстрее, чем первая группа, то они получат денежное вознаграждение в размере 30 долларов. Каждый. 30 долларов – прикольная такая сумма для студента за 10 минут работы. И вот как уже вы видите из предложения, оказалось, что группа, которая работала бесплатно, сделала это задание быстрее. Да, она правильно пишет, первая сделала быстрее. Если не вдаваясь в их рассуждения, почему это может происходить, таких исследований проведено миллион. Вот недавно я слушала лекцию Татьяны Черняговской, если вы слушаете ее лекции, они волшебные. Там вы, или вы, может быть, слышали уже, там есть тоже такой фрагмент, она рассказывала именно об этом, это была запись лекции. В этих лекциях было о том, что двум группам детей дали задание собрать головоломку, и второй группе пообещали за это конфеты. И как обычно, первая сделала быстрее, первая сделала правильнее. Это доказывает природные свойства человека делать что-то классно, просто потому что ему это интересно. Но так как она вела в этот момент лекции, там вся аудитория засмеялась и сказала, ну все понятно, почему у нас в Академии наук такие маленькие зарплаты. Да, и она сказала, да, ученым всегда интересны их исследования, интересны их работы, и те, кто содержит институты научные, они этим пользуются, платят им самые маленькие зарплаты, потому что знают, что ученые будут продолжать делать и без огромных денег то, что им интересно. Мы с Андреем, конечно, не ученые, но я тоже хотела привести два примера, может быть, Андрей тоже приведет какой-то свой. Например, у нас в школе в восьмом классе, конечно же, была алгебра-геометрия, и наш учитель давала нам всем задания из учебника с канави. С канави это учебник по высшей математике, по которому мы занимались потом с тобой в УЗИ, в УЗИ на первом курсе. И нам эти задачи давали на выходные, и там была сложность у задач на 3, на 4 и на 5. Нет, это не была оценка, или там буквы были А, Б, С. В общем, и каждому ученику говорилось, в выходные нужно решить задачу, вам никто за эту оценку не поставит, это не повлияет на четвертную оценку, и вы выбираете сложность сами. Сложность уровня 3 полегче, сложность уровня 4 побольше, и сложность уровня 5, это для талантливейших студентов математических вузов. Как вы думаете, какого уровня сложности выбирали задачи восьмиклассники? Я так ярко помню эти дни, как мы лежали на полу по 5 часов, Санька Лаврова, обложившись бутербродами, и мы бились два лучших математических мозга над одной и той же задачей. Конечно, тут гадалки не ходи, все выбирали задачу уровня 5. Если через сутки он не мог ее решить, ну ладно, он сдавался, и тогда решал задачу уровня 4. Но никто не начинал с задачи уровня 3. Неинтересно, челленджа нет. Дальше вспомнила свои школьные годы в пятом классе. В пятом классе нам обязательно давали задание написать реферат по математике. Например, была тема «Математика Древнего Египта» или «Математика Древнего Рима». Каждый мог сам себе выбрать тему, какую он хочет. Кто-то про теорему Пифагора писал, кто-то про что-то другое. За эти рефераты тоже не ставились оценки. То есть человек мог написать 5 страниц, мог написать 25 страниц. И одна девочка как-то принесла такой очень красиво оформленный реферат. Ну и, конечно, мы просто все свои работы раскладывали в кабинете, и можно было месяц их ходить читать. То есть мы садились в кресло, в переменке, и читали рефераты друг дружке. Когда вышло следующее такое задание через месяц, все принесли настолько креативные рефераты. Я вот помню... Я не рассказала, и одна девушка что сделала? Она просто красиво оформила. Красиво оформила? Да, просто красиво оформила. А мы это заметили и начали изощряться в креативности. Я помню, когда я писала про то, как изобрели арабские числа, я каждый листочек А4 ножницами фигурно вырезала, потом красила карандашиком контур, а потом спичкой обжигала, чтобы это походило на подпаленный папирус. И каждый вот так вот изощрялся. Ну и благодаря тому, что работы были такие интересные, красочные, каждый, конечно, хотел почитать, что написал другой. И наша гимназия менталитет, об этом можно найти информацию, наверное, в интернете, чтобы вы понимали, что не вру, всегда занимала лучшие места на всех математических олимпиадах. А почему? Да не только на математических, потому что нам давали креативное, крутое задание в рамках темы, но на свой выбор, и это не оценивалось оценкой. В общем, это такие основные примеры, которые показывают, что без вознаграждения люди делают что-то лучшее. У меня есть классная байка, наверное, вы про нее слышали, не знаю, правда это было или просто это анекдот, но логике он подвержен. Пожилой мужчина любил выкурить сигару у себя на веранде дома. А мальчишки, которые бегали по улице, привыкли его дразнить. Они нарушали его тишину и покой, кричали ему всякие обидные слова, дразнили. И он думал, как же ему вернуть свой покой? И тогда он подозвал мальчишек и говорит, класс, ребята, так отлично меня дразнете, мне прям очень нравится. Я хочу вам с этого дня платить доллар за каждый раз, когда вы будете прибегать меня дразнить. Мальчишки обрадовались, целый доллар, говорят, супер. Вот он первый день доллара заплатил, второй день доллара заплатил, третий. А на четвертый он дал им 50 центов. Мальчик недовольно фыркнул, но взял. На третий он дал им 25 центов. А на следующий день, когда ребята пришли, он им сказал, у меня как бы сейчас деньги кончились, и поэтому я вам за это больше платить не буду. Что ответили мальчишки? Классно, да, Дарья написала? Они ему так ответили. Ну и сиди недразненный. Отличная история, которая показывает, как вознаграждение ловко убило природную, внутреннюю, истинную мотивацию. Да, и кто-то может сказать, но я не прекращу свое вознаграждение, оно у меня будет всегда постоянным. Но вы же сами об этом знаете, что, во-первых, у ресторана не всегда есть возможность каждый раз придумывать все новые и новые бонусы равнозначные. А во-вторых, система оценки, она очень субъективна. И может казаться, что кто-то неправильно оценен. А помнишь, еще так бывает, я-то помню, мне кажется, это мы с тобой в Атриуме работали, выбирали лучшего сотрудника месяца, и кто-то говорил, Ларису нельзя, она в прошлом месяце была. Нет, такого не было. Было-было? А, ну потому что мы с девчонками это уже обсуждали. То есть, как бы все говорят, ну надо Ларису выбрать, а говорят, нет, Ларису нельзя, она в прошлом месяце была лучшим сотрудником месяца, давайте выберем другого. Вот. И что же за чудеса описывают нам ученые, которые исследуют психологию человека? Они категорично утверждают, что от природы все люди любят учиться, преодолевать преграды, получать результат, испытывать себя на прочность и иметь автономию. И сначала может показаться, что это какая-то фантастика, но вы все встречали в своей жизни как минимум раз такого человека. Можете дать ему краткий портрет? По любому его действию с утра до ночи видно, что он обожает учиться, преодолевать, получать результат, испытывать себя на прочность и иметь автономию. А что надо сделать? Дать краткий портрет этому человеку. И он это делает с утра до ночи. Алена пишет, это я. Супер. Каждый из вас этого человека встречал в своей жизни. У кого-то он дома живет. У нас с тобой. Конечно, это дети. Дети, не имеющие еще отрицательного опыта методов мотивации. Не подкупленные еще. Которым еще не применяли мотивационные методы. Вспомните младенца. Он такой, преодолевая себя, встает в кроватке. Такой невероятными усилиями перелезает через бортик. Бахается на пол. Довольная мордашка в этот момент. И такая мама беспокойная влетает. И дает ему по жопе со словами, ты что делаешь? Это опасно, ты вылез из кроватки. Он вообще недоумевает, как так? Мама, я что-то сделал первый раз. Мне додалось, так невероятно. Я полез изучать этот мир. А ты мне по жопе. Так что, если вы вспомните детей, если вы не общались близко с маленькими детьми, в возрасте до двух лет, желательно, да? То сходите куда-нибудь за ними, понаблюдайте. И вы каждый пункт увидите. Они будут делать до тех пор, пока не получат результат. Им никто ничего за это не обещал. Они любят учиться, преодолевать, испытывать себя на прочность и иметь автономию. Все понимают значение слова автономия? Это не означает полная анархия, отсутствие контроля. Но хочется сделать что-то самому. Пускай и с поддержкой. Поддержка-то, когда мама держит руки на всякий случай. Когда он болтается на высоком турнике. Отлично. Так что мы выяснили, что это никакие не чудеса. Ну а теперь давайте посмотрим, что менеджеры думают про сотрудников. Я часто провожу вопросы менеджеров. Спрашиваю, назовите мне ваши основные боли в работе. И они мне часто пишут. Мне приходится за всем глаз да глаз. Мне приходится все контролировать. Я ему сто раз показывал, а он делает не так. Сотрудники ленивы, хотят сделать поменьше. Они думают только о себе. Только о том, как бы им больше получить. Их все время нужно заставлять. Согласны? Это у нас менеджеры говорят. Мигните плюсиками. Так ведь они и говорят. Основная их боль, что они делают все сами. А сотрудников нельзя положиться. Да, девочки нам плюсуют. И вот вопрос. Блин, мы только что с вами сами вспомнили, что реально каждому человеку это свойственно от природы. И вдруг менеджеры начинают говорить обратное. Тут возникает вопрос, почему менеджеры так думают про людей, а ученые пишут абсолютно об обратном. Что каждый человек не как та ленивая коала. Я вам расскажу в двух словах, чтобы вы понимали, почему происходит такое различие в представлениях о характере людей. Дело в том, что мотивирует у нас людей уже последние несколько десятилетий. Как все начиналось? Во-первых, предприятия были созданы не так давно. Каких-то там 150-200 лет назад. Первые фирмы. Конечно же, на этих фирмах даже еще в начале нашего 20 века, и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е годы были очень плохие условия труда. Если тогда надо было кому-то сказать, что да, у сотрудника какого-то отдыха он бы засмеялся тебе в лицо. Если вы вспомните, то смены были, мы вот в учебниках истории читаем, да, что рабочие бастовали, чтобы 18-ти часовой рабочий день уменьшили до 16-ти. То есть были плохие условия труда и были переработки. Это, естественно, выматывало людей, которые приходили на работу с природной мотивацией к труду. Так как их это выматывало, они начали делать свою работу хуже. И менеджеры обрадились с вопросом, а что нам делать, почему они стали хуже работать. Как вы знаете, когда есть запрос, на него какой-нибудь умный и хитрый человек придумывает решение, которое можно продать. Тут небольшая реклама. Смотрите, в ближайшее время я проведу бесплатный вебинар на тему, почему тренинги по продажам крайне вредны. У вас сомнений не останется. А почему? Потому что у менеджеров есть запрос. У менеджеров есть запрос, как поднять продажи в ресторане. И 10, 15, 20 лет назад ушлые умные люди придумали, так раз они хотят, мы их этому научим, только это не будет работать. Но люди будут, как говорится, people have it, эту методику, и мы будем ее распространять и продавать. Ну и значит, когда у менеджеров возник вопрос, как нам усталых людей в холодных цехах заставить работать лучше, им сначала предложили штрафы. Помните, в советских предприятиях, да и по всему миру, сначала первый инструмент мотивации, это появился штраф. Когда штраф перестал действовать, люди перестали на него реагировать, наука менеджмента придумала планы. Но не настоящая наука, а псевдонаука. Придумали какие-то планы. Выполни план, и тогда ты получишь свою зарплату. Не выполнишь план, не получишь. Когда я это перестала работать, решили добавить пряник. Знаете, эту поговорку? Попробовал метод кнутая пряника, мне понравилось, только пряником бить неудобно. Со временем и премии перестали работать. Тогда придумали различные бонусы и систему KPI, показателей. И так у нас сотрудники продолжили работать равнодушно. Тогда начали придумывать поездки, конкурсы, соревнования. И вы посмотрите, если вы сейчас будете читать книги каких-нибудь известных бизнесменов, или пойдете на тренинги к известным рестораторам, они там будут говорить, вау, мы возим всю нашу команду на винные дегустации. А мы всем нашим коллективом съездили в Израиль и ходили, изучали там новые кухни. И поехал только тот, у кого были высокие показатели системы KPI. И хочется сказать, это очень круто, но свозить 15 человек в Израиль, я себе не представляю, сколько нужно денег. Причем тут такая интересная мысль, ваши сотрудники не дураки. В тот момент, когда они садятся в самолет, они думают, так, свозить 15 человек в Израиль. Это ж сколько он на мне зарабатывает? Долго. Да. А моя зарплата? Да. Ты бы лучше, блин, я бы... Да, ну нифига, сколько он на мне зарабатывает, что он решил нас свозить в поездку. Ну и сейчас последняя фишка, это индивидуальные беседы. Вы заметили, что уже менеджеры стали говорить о том, что штрафы и бонусы, премии, поездки и KPI неэффективны, да? И тогда они придумали новую фишку. Нужен индивидуальный подход. А в Ридскалтоне 150 сотрудников. Кто должен найти к ним индивидуальный подход? Что это вообще за человек такой будет, кто будет этим заниматься? Индивную службу. Такую короткую историю я вам рассказала, откуда у нас появились все эти методы мотивации. И получается, что все, кого вы знаете, мотивируют по этой системе уже многие-многие годы. Наших родителей мотивировали, наших бабушек и дедушек мотивировали, и нас всех тоже мотивировали. Ну и демотивировались. Мотивация стала демотивацией. И давайте об этом тоже 5 минут поговорим. Если менеджер считает, что сотрудник выкладывается не на все 100, и его нужно мотивировать, чтобы получить от него хороший результат, простыми словами это означает, что он сотрудника подозревает в нерадивости. А подозрение, которое выражается как раз в виде стимула и контроля, и ведет к пропаже энтузиазма. Чтобы было лучше понятно, давайте попробуем привести пример из личной жизни. Представьте, что девушка встречается с парнем. А что девушки делают? В чем они парня подозревают? Конечно. А вдруг он флиртует на работе, да? Вдруг он заглядывается на других? А вдруг он изменяет? Он еще ничего не делает? А девушка его уже на всякий случай подозревает. Каждый раз стоит ему не ответить на ее звонок или задержаться немножко. И тогда что она начинает делать? Мозг выносить, да? Контролировать, конечно. Она хочет залезть к нему в телефон, посмотреть, с кем он там переписывается. Обязательно три раза позвонить, если он вне дома, чтобы послушать там никто, не смеется, нет женского голоса, да? Фотографии проверяет в соцсетях. И она ему всячески стимулирует. А как она пытается его простимулировать, остаться ей верным? Что она начинает придумывать, если вдруг она подозревает, что кажется, что-то он на сторону засматривается? Как она его стимулировать начинает? Да, 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 такая, оп, пошла там прическу делать, в спортзал записалась и все. Да, бельишка делала, а парень ходит и думает, странно, что-то на нее нашло. Он ведь как бы не дурак. Он прекрасно понимает, если вы месяц ходили в обычной одежде, а тут вдруг такие, встречаете его при свечах в сексуальном белье, вопросами различными, да, то вы решили как бы укрепить ваш союз. Скажите, пожалуйста, а когда вы встречаете вдруг контроль со стороны девушки, недоверие, а вы ничего не делали, вы были на тренировке, выходили в библиотеку, и вас начинают подозревать, и вас всячески пытаются простимулировать. Больше времени вместе проводить, давай об этом поговорим. Скажите, пожалуйста, вам как бы хочется, а, да, вкладываться в отношения, или думаешь, раз уж меня подозревают, что бы мне не флиртануть? Надеемся, что Михаил сейчас будет отдуваться. Он у нас даже девушки пишет, если это делает парень, парень же тоже так может делать, да, в сторону девушки. Хочешь сказать, отстань уже от меня? И сам энтузиазм спадает человек, который честен, а его вдруг подозревают. Ну вот Михаил нам ответил, желания не будет. То же самое у сотрудников. Если он видит методы мотивации, это как бы менеджер ему прямым текстом говорит, друг, я не верю в то, что ты собираешься работать хорошо, я уже приготовил кнут и пряник, чтобы тебе помогать хорошо работать, и сотрудник думает, да к меня изначально подозревает в том, что я не собираюсь здесь делать ничего хорошего. Да, если человеку говорит, что он дурак, проще ему стать дураком. Эта фраза мне где-то понравилась, я недавно ее прочитала. Что если во время секса спросить у мужчины? Ты точно сильно меня хочешь? Это вот примерно то же самое, что работодатели делают со своими сотрудниками. Мне кажется, как бы на этом все и закончится. Опять вспоминаем, что за чудеса. От природы все люди любят учиться, преодолевать, получать результат, испытывать себя на прочность, иметь автономию. Это заложено в людях, в каждом человечке, как только он появился на свет. Так какой же выход из всей этой ситуации сложный? Выход следующий. Послушать ученых, начитаться всех этих исследований, где они четко показывают, какую задачу выполняла группа за вознаграждение в виде соревнования, по KPI. И вы не найдете ни одного исследования, чтобы группа сделала работу за вознаграждение быстрее или качественнее, чем та группа, которой просто хотелось сделать это задание. Поэтому выход состоит в том, друзья, чтобы отказаться от мотивации и тем самым помочь внутренней мотивации ожить. А также держать в голове, что для любого человека очень важными остаются три вещи, про которые вам сказали ваши же сотрудники, когда проводили вопросы. Это автономия, мастеринг и значимость. Я специально употребила здесь иностранное слово «мастеринг», потому что я не припомню русского аналога. Самосовершенствование, самосовершенствование, саморазвитие. Ну и так как наши сотрудники сказали другое, что им в работе, они чувствуют, что они любят свою работу, когда встречаются с интересным завалом, и всем тем, что перечислено на слайде, мы понимаем, что это просто непреложный факт. Необходимо отказаться от мотивации в том виде, в котором мы к ней привыкли. Неубедительно? Андрей вчера сказал неубедительно. И поэтому мы сейчас будем вас убеждать, что это действительно так. Тем более, наверняка, многие из вас захотят об этом поговорить со своими руководителями, чтобы... Анна говорит, убедительно. Все туда. А, ну пока тогда. Тогда пошли. Тогда пока-пока, переходим в домашнее здание. Нет, я хочу вам дать несколько аргументов, которые помогут вам поговорить с вашими руководителями на еще более таком профессиональном языке и показать им, что у них нет других вариантов. Других вариантов нет. Давайте рассмотрим два самых популярных инструмента. Это похвала и бонусы. Тем более, похвала сейчас популярна, да? Вы уже у многих тренеров слышали, что похвали, сколько раз ты хвалил сотрудника, запиши в ежедневник, чтобы похвалил. А, если ты правильно похвалил. А как правильно похвалил? А можно неправильно как-то похвалить? Можно неправильно похвалить? Ой, я недавно, вот буквально сегодня читала в комментарии... Молодец, это неправильно похвала. А почему? Расскажи. Ты вот уже знаешь. В чешском слове нет слова молодец. Нет, только в России есть слово молодец. Только в русском языке есть слово молодец. Оно какое-то безличностное, потому что оно ни к чему не ведет. Молодец. Ну вот есть, например, классно станцевал. Да, то есть если человек что-то сделал, ребенок, просто сказать ему молодец, это обесценивание даже его результата. Да, и сказать, какой красивый рисунок. Ну и эта фраза теперь мы уже с Андреем знаем тоже плохая. Представляете? Мы не плохим своего ребенка теперь вообще. Фраза, какой красивый рисунок, она тоже вредная. Но мы сейчас об этом поговорим. Интересно, он там напишет, я тоже это читала, что слово-то было как бы молодец, добрый молодец. Нужно личностное результативное в похвале. Вы сейчас узнаете. Все знают, что такое правильная похвала. Да, вы сейчас узнаете, что похвала вообще вредная, вообще вредная, и не нужно ее использовать. Готовы? Поехали. Чтобы добавить немножко авторитета нашим словам. Вот как красиво ты нарисовал. Это тоже похвала. Ну это не похвала, вернее, это оценочка. Ты еще пока про оценку не говорила. Ну и про оценку не говорила, но это связано, да. Ну и вот, чтобы добавить немножко веса нашим словам, мы привели такой факт, что если вы перелистаете всю Библию, вы никогда не найдете там, чтобы Иисус похвалил своих апостолов. Неспроста, да? Далее, у Зигмунда Фрейда есть очень известная такая фраза. Нападение можно отразить, но перед похвалой мы бессильны. Под этой фразой он подразумевал, что похвала это что-то неприятное, что совершает по отношению к тебе другой человек, но ты не можешь в ответ на похвалу нахамить, защититься, потому что как бы считается, что тебе сделали что-то хорошее. Почему похвала так вредна? Человека, когда хвалят за что-то сделанное в работе, ему как бы одновременно и приятно, но ему приятно на самом деле не похвала. Что ему приятно? Просто в тот момент, когда их хвалят, он это получает. И он начинает думать, что ему приятно похвала, но от похвалы на самом деле всем мерзотненько. Конечно, он во время похвалы получает внимание к себе и к своему действию. Вот что ему приятно, да, что он не пустое место. А сама похвала, она как бы гнильцы придает этому вниманию, потому что если человека хвалят за дело на работе, например, я часто слышу, повару говорят, ты такой вкусный суп сегодня сварил. Любой нормальный повар, он думает, я повар. А что в прошлый раз было? Нет, он как бы говорит, а я должен невкусный суп варить, я повар. Например, ребенок был увлечен процессом рисования, и тут подходит мама со своей оценочкой. Ах, какая ты молодец, какого красивого пони ты нарисовала. Дочка думает, а я как бы должна была нарисовать уродского, у меня раньше плохие урисунки были. А теперь еще такой момент, что даже вот этот жест, типа, молодец. Он покровительственный, видите, да, то есть похлопывание по плечу. И сама похвала подразумевает, что хвалить можно только в определенной иерархии. Дарья пишет, я повар. Пишут, что девушке сказать, что она сегодня хорошо выглядит. Мерзотненький, да, комплимент. Я вот про это и хотела сказать, что я сегодня где-то читала, комментировали фотографию девушку и написали, что у вас такой хороший вкус в одежде. Хотела спросить, как бы это редкость или должна быть плохо одета? И вот еще, а сразу просто только сегодня, а раньше выглядело плохо? Конечно, вы все сейчас осознаете, что похвала всегда имеет неприятный оттенок. Но почему людям приятно, когда их хвалят? Потому что они в этот момент получают внимание. Вот, и это вводит всех в заблуждение. Но я начала говорить про то, что похвала на самом деле приятна, только если она используется в определенной иерархии. А теперь представьте, что проводится операция, и вдруг медсестра или практикант поднимает глаза на хирурга и говорит, вы так мастерски оперируете. Такой вы молодец. Такую сложную операцию провели. Что испытывает хирург? Или сын, сидя рядом с папой, скажет, не, пап, ну ты молодец. Машину классно ведешь прям. А почему недоумение? Откуда недоумение? Не по сеньке шапка, ну да. А что это значит, не по сеньке шапка? Самое интересное, что тот, кто по иерархии находится ниже, ты нормальный вообще? Как бы ты хвалишь хирурга, а ты кто? Ты более признанный хирург? Нет квалификации, чтобы оценить. Абсолютно верно. Именно поэтому многие менеджеры так расстраиваются, что официанты их не хвалят. Но если бы они начали вас хвалить, вам стало бы противно. Потому что вы бы подумали, слышишь, так ты как бы хвалишь меня за те процессы, которые ты не делаешь. Как ты можешь понимать, делаю я их хорошо или плохо? Именно поэтому, когда руководитель получает похвалу от подчиненного, очень часто говорят, он подлизывается, он не льстит. Ну потому что так это и выглядит. Он и не может похвалить. Не только ваш наставник, но человек может вас похвалить, тот, кто обладает явно более высоким уровнем экспертности в этом вопросе. Вот есть очень распространенный пример, за что официант может похвалить менеджера. Потому что в этом вопросе официант в сто крат, ну подскажу, бармен, бариста. Квалифицирование, экспертнее. Что это? Здесь будет уместно. Дизайнер проводил оценку полезности работы официантов. Слушайте, ну это как бы смех смехом. Я почему уволилась из юсты в свое время? Потому что финальной точкой стала аттестация официантов. То есть я готовила официантов к аттестации, но я еще не знала, в виде чего она будет проходить. Оказалось, аттестация проходила так. Собирается комиссия из пяти женщин, и только одна из них директор FNB. Остальные это директор по обучению всех отделов, то есть она не работала в ресторанном сфере, там сотрудники службы персонала, и они сидят и слушают на слух, официант задает билет устно, как открыть бутылку шампанского. И они аплодируют, говорят, молодец, пять высшей категории, а теперь ты будешь получать больше. Красавчик. Откуда вы знаете, как на самом деле надо открывать бутылку шампанского? И это надо увидеть, а не рассказать. Рассказывать хорошо. И вот нам Аня пишет, да, если, к примеру, менеджер не работает бариста, и он помог официантам приготовить кофе, а профессиональный бариста сказал, ты сварил отличный капучино, то такая похвала не будет казаться противной. Но, друзья, давайте заметим, мы сейчас с вами начнем говорить, что хвалить вообще никого нельзя. Ни подчиненный не должен хвалить руководителя, ни руководитель подчиненного, ни коллеги должны хвалить друг друга. Екатерина пишет, у нас даже в колледже на практике сдавали экзамены. Ну вот, а у нас даже на предприятии, в теории. Если сотрудника начинают хвалить, вы уже поняли, что ему становится приятно, потому что он получил внимание, он еще не осознает, что похвала вредна. Так же и ребенок. И тогда сотрудник начинает работать на допинг похвалы, на это удовольствие, на свой имидж, а не на результат. Смысл такой, что, к примеру, дочка первый раз увидела, как я мою пол, и она тоже попросила тряпочку, она делала шлепанцы, и она моет пол, и ей хочется мыть чисто. Стоит ее похвалить, сказать, Карина, какая ты молодец, как чисто ты помыла пол. И что она будет стараться сделать в следующий раз, когда она моет пол? Как она будет себя вести через неделю при процедуре мытья пола? А вы знаете, через месяц она вообще перестала мыть пол. А будет ли она мыть пол без твоего присутствия? Вот сейчас напишут. Она уже хочет получить похвалу, потому что ей было приятно, да. Но если заснять на камеру первый день того, как она мыла пол, и на вторую неделю, в чем разница вы увидите? Теперь ее цель это похвала. Это вот этот кайф, это удовольствие. Мамочка меня похвалила. Я повторюсь, она через месяц вообще перестала мыть пол. Качество упадет. Как вы это увидите? Это же ребенок. Там первый раз мне особо качественно было. Три года. Да уж там падать. Конечно. Конечно, меньше не по усилиям, а по времени. Если первый раз, когда ей было интересно, и она хотела помыть чисто, и мы находили грязные пятна, и она их отмывала, то на второй раз она только начинает мыть, проходит пять минут. Мама говорит ей, какая ты молодец, ты опять со мной моешь пол. Ребенок получил допинг похвалы и сказал, все, мне надоело, я пошла книжку почитаю. Вы должны это запомнить. Мы с Андреем, к сожалению, накосячили так последний раз, да? Вырастили сотрудника, который показывает много хороших результатов, но мы теперь удаленно уже видим, что эти результаты неэффективны, хотя кажутся такими очень симпатичными, но они выйдут предприятию в итоге боком, потому что сотрудник работает на свой имидж, он хочет, чтобы его хвалили, он хочет аплодисментов от гостей, а это не всегда идет в ногу с целями предприятия. Ну и закончить этот момент хочется на том, что зрелой личности не нужен одобряющий взгляд. Маленькому ребенку, да, но в какой-то момент этот одобряющий взгляд становится вредным, потому что ребенок уже сделать ничего не может без этого одобряющего взгляда. И вас недавно удивляет, что очень большое число людей вырастает, им уже по 30, по 40 лет, они все еще зависимы от похвалы. И вот здесь хочется сказать, и вот с такими зависимыми людьми, которые настолько зависят от одобрения, от комплиментов, вы с ними хотите побить конкурентов? Великие люди действуют с вдохновением и решимостью, без оглядки, на похвалу. Вспоминайте истории великих, когда их не одобряли, их не хвалили, им не говорили, что ты правильно делаешь, но они были полны решимости и продолжали делать свою работу. Тот же Стив Джобс, да, при истории компании Apple. Только такие сотрудники, они охвачены именно задачей, и только они являются опорой предприятия. Мне кажется, бесспорная, да, праза. И не за награды, и не за деньги наши деды выиграли войну. Ну, там, конечно, был другой, более важный повод. Они, наверное, сражались за наши жизни, что не приходится делать сотруднику на работе. Да, но помните всегда о том, что вам нужны для того, вы же пришли на этот курс менеджера, чтобы ваше предприятие и вы стали эффективны, правильно? Успешны, получали много денег и получали удовольствие от работы. Так вот, сотрудниками, которые зависимы от сладких слов, вы этой каши не сварите. Ну, и вопрос, что же тогда взамен? Представляете, вообще нельзя хвалить. То есть нельзя подойти и сказать, Маша молодец, классно обслужили банкет, да? Спаси, там, нельзя этого говорить, это вредно. Вы должны их сейчас снять с этого допингового средства похвалы. Они очень быстро отвыкнут, но для этого надо прекратить их хвалить. Взамен предлагается обратная связь. Мы вчера опять с Андреем долго спорили, что такое обратная связь. Андрей говорит, но это мы же и учат на курсах, что позитивная обратная связь, ты молодец, а негативная обратная связь, да? А вот здесь ты мог сделать лучше. Все с детьми так. А вы чувствуете оценочки, оценочки во всех этих фразах? Ты хорошо здесь делал, а вот здесь ты мог сделать лучше. Училочка такая, да? Оценочки опять она свои поставила. Чтобы было понятно, что такое обратная связь, я вспомнила одно очень распространенное упражнение, которое вообще признано для того, чтобы показать разницу между отсутствием обратной связи и ее наличием, но в ключе негативное и позитивное. Ну, поэтому я там заменила некоторые слова, чтобы не менялось никакого настроя. И теперь описываю вам упражнение. Можете его описать, записать и как-нибудь провести с вашими сотрудниками. Итак, упражнение заключается в следующем. Собирается группа людей, 10, например. Одному человеку говорят, выйди из комнаты, когда ты зайдешь, ты должен будешь найти этот предмет. Показывают ему, какой. Он выходит из комнаты, и группа договаривается, то есть он еще этих инструкций не знает. Группа договаривается, что если он будет двигаться, приближаться к предмету, они будут говорить ему ля-ля-ля. Он ближе подходит, они говорят ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он еще ближе, они говорят ля-ля-ля-ля-ля-ля. А если же он будет отдаляться от предмета, они будут ему говорить бом-бом-бом, бом-бом-бом-бом-бом. И первый участник очень быстро находит предмет, потому что когда он двигается, он понимает, он улавливает это потом, ему не говорят эту инструкцию. Он понимает, что ля-ля-ля и бом-бом-бом это какие-то равнозначные сигналы. Затем говорят, все, молодец, ты нашел предмет, теперь следующий. Следующий выходит из комнаты. Они меняют условия, говорят, смотрите, сейчас, когда он будет двигаться предмет, мы будем говорить ля-ля-ля. А когда он будет от него отдаляться, мы не будем говорить бом-бом-бом. И второй участник уже ожидает ля-ля-ля и бом-бом-бом, но бом-бом-бом не получает. И он, конечно, находит предмет, но уже гораздо дольше, чем следующий. И третий участник, говорят, теперь ты будешь искать предмет. И когда он выходит из комнаты, говорят, когда он зайдет и будет искать предмет, мы не будем говорить ни ля-ля-ля, ни бом-бом-бом. И вот участник заходит, начинает в полной тишине искать предмет, естественно, он его не может найти, и он через пять минут не удерживается, говорит, ну вы нормальные, нет? Как бы подскажите мне хоть что-нибудь, куда я должен двигаться. Вот такое упражнение, которое показывает доступнее любых слов, что такое обратная связь. Так, нам Дарья написала. Струдники в детскую позицию проваливаются, это просто бесит. Хоть всех уговаривать работать. Почему они проваливаются в детскую позицию? Потому что они хотят быть хорошенькими. Почему они хотят быть хорошенькими? Это важно, хороший вопрос, прекрасный. Хотят внимания от нас, но хотение внимания, это как раз здоровая реакция. Это правильное желание. И если вы будете давать внимание, вы как раз и будете удовлетворять этим потребность сотрудника во внимании. Почему они ждут похвалы? Почему они ее хотят? Почему они не понимают, что внимание без похвалы тоже приятно? Почему они занимают эту детскую позицию? Это очевидно, друзья. А ты знаешь? С детства. С детства так научились. Но в детстве они были детьми, и им было позволено занимать детскую позицию. Ты вырос, ты тоже захочешь. А вы встречали хоть одного работодателя, может быть, в каком-то месте вы работали, где вы пришли и вас восприняли всерьез. И вас восприняли как взрослого человека, как равноправного партнера, где к вам отнеслись не как к ребенку. У него не самооценка понижена. Он не видел другого. Его с самого начала, его карьерного пути, его участие в институте, в старших классах. Ему не дали вкуса почувствовать, а каково это не быть на игле похвалы. Не быть в позиции снизу. Быть на равных. Он никогда этого не знал. Это то, к чему он привык. Есть же какие-то, знаешь, такие примеры, что заходит и сразу там встает в такую позу, я не знаю, ну вот что-то из этой серии. Потому что просто привык. Что к нему всегда так относились, он другого не знает, он так себя и ведет. Поэтому третью фразу, посмотрите, внимание сотруднику нужно давать без привязки к работе. Сотрудник важен просто потому, что он тут, что он есть. Как это сделать, мы немножечко поговорим чуть позже, когда перейдем к домашнему заданию, которое у вас будет после этого вебинара. На этом первая часть нашего вебинара по мотивации сотрудников закончена. Если вы захотите посмотреть вторую часть, то вы можете это сделать у нас на сайте по приведенным далее контактам в рамках нашего курса эффективный менеджер ресторана. Но на самом деле на нашем сайте уже так много полезных материалов и видеоуроков, что приобрести подписку гораздо выгоднее, чем приобретать только один курс или один урок. Во второй же части этого вебинара, который вы только что просмотрели, я расскажу о конкретных методах, как достичь того, чтобы ваши сотрудники искренне хотели самостоятельно добиваться невероятных результатов на вашем предприятии. Как я уже говорила ранее, подписаться на все уроки можно на нашем сайте. Если вы приобретете подписку, все материалы, которые уже на сайте и все, которые мы выпустим в течение ближайшего календарного года, входят в стоимость этой подписки. Субтитры сделал DimaTorzok